меня зовут татьяна васильева я сегодня проведу стрим о том как нам отличать ирландскую музыку от шотландской бывает что играешь играешь мелодию и говорят о у вас там шотландская музыка а это ирландская да и наоборот говорят вот вы играете ирландскую музыку на самом деле это шотландская но как бы это не такая прям супер важная тема как украшение например да или там как дыхание поставить но все-таки уметь отличать одну музыку до одного народа от другого тоже мне кажется это неплохо да когда есть такое умение и сегодня расскажу подробности чем же отличается шотландская ирландская музыка надеюсь что вам это будет для чего-нибудь полезно но и в качестве самого-самого начала я сыграю давайте сыграю шотландскую мелодию чтобы вы ну прониклись немножко до колоритом может быть попробовали уже там накидать какие-то мысли чем же это может отличаться от ирландского да и еще раз напомню что стрим благотворительный что было бы здорово чтобы вы с нами со мной валерия динобург и анастасии мулялины чтобы перевели денежку бездомным животным и там те люди к кому вы переведете они будут и пристраивать и кормить и лечить и так далее нет делают все за счет энтузиазма потому что государство это никак не поддерживает ну себе естественно они денег не берут все тратят на животных и свои зарплаты тоже так что хочется их поддержать но давайте начнем будет шотландская мелодия называется сам дать я сыграю банджо-брейкдаун дайте я сыграю банджо-брейкдаун и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так, давайте начнем тогда тему Если все нормально слышно, видно, если нет жутких перегрузов по громкости и наоборот хорошо слышно все Тогда я вам сначала расскажу общие черты, такие самые крупные По которым вы поймете, что данная музыка, допустим, шотландская или ирландская Ну и крупные черты, это, во-первых, язык Шотландский отличается от ирландского Хотя, ну, те, кто не учит языки, может быть, тем покажется, что все одинаково Но на самом деле в шотландском, ну, как-то немножко, какой-то другой колорит Я не учила ни тот, ни тот, но когда я слышу, как поют шотландцы, как ирландцы Я прям по языку уже отличаю, что, ну, кто на каком языке поет Ну, тем более, если вы будете тоже слушать много музыки шотландской и ирландской Тоже постепенно будете отличать, да, какой там язык И дальше, что я хотела сказать помимо языка А, еще произношение буквы Р, вот шотландцы иногда прям Р так нарочито произносят Прям Рэкают тогда, например, ну, какое-нибудь английское слово с буквой Р Не знаю, Харри, да, допустим, спешить Да, они скажут Харри, Харри, Харри Вот, в общем, можно тут много, да, такого интересного найти в плане буквы Р Даже иногда так забавно послушать их вот такой говор шотландский Дальше, чем еще отличается инструментами музыка, отличается, да Шотландцы играют на шотландских волынках, да, ирландцы играют на ирландских волынках Тоже это крупное отличие, это прекрасно слышно, да Слышно, как звучит шотландская волынка Я и про small pipe говорю, и про highland, да, great highland back pipe Они имеют свой такой особенный тембр, каждый из этих волынок И ирландская волынка свой тоже особенный тембр имеет И давайте мы сейчас как раз послушаем все вот эти волынки Как звучит каждый из них, да, ну, вдруг кто-то мало в волынках знает Ну, вообще полезно волынки слушать, потому что у них очень много, ну, для обучения на висле, да У них очень много украшений интересных, особенно, ну, мне кажется, что особенно у highland много украшений Ну, как и у small pipe Таких, которые в Ирландии не играют И из-за этого очень интересно волынки слушать именно вот эти шотландские Ну, давайте я поставлю сначала какую Давайте я ирландскую поставлю Чтобы вы еще раз вспомнили Так, очень тихо, сейчас я ее погромче сделаю Ирландская волынка Это был Лем Офлин Ирландский волынщик Можно его будет после стрима Вы можете послушать в одном из предыдущих постов сегодняшних Я добавляла, ну, в предыдущем как раз, да Добавляла его в список плейлиста для прослушивания для этого стрима Ну, вот И тут характерная особенность Вот такое вот бление, да Вот такое какое-то бление Бление И много таких специфических ирландских украшений Роллы тут присутствуют довольно часто Много катов, которые сверху вниз играются Они снизу вверх, да И, ну, много вот этих вот пальцевых вибрато типа такого Ну, то есть вот такие роллы там Вот эти вот роллы, да Или вот так в соли он может сыграть Вот с такими блениями Ну, вот И дроны по-своему тоже звучат более так, что ли Ну, не гудят, а даже как дребезжат, как будто, да Так Если послушать шотландскую волынку Там какое-то более равномерное звучание у дронов, мне кажется Но здесь, мне кажется, такое звучание Именно из-за того, что мы постоянно накачиваем воздух в мешок рукой, да Когда мы играем на ирландской волынке А когда на шотландской, там мы дуем, да, во вдувалку И сразу надуем много И потом какое-то время вообще не дуем Потом еще надуваем Но я на шотландских не играла Может быть, там тоже не все так просто, да Тоже могут дроны как-то так дребезжать Ну, с таким похожим, да Быть звучанием Ну, давайте следующую волынку послушаем Это уже будут шотландские волынки Давайте будем слушать Ну, давайте оркестр волынчиков Москвы Которые играют мелодию «Pressed for time» Гордона Данкона Ну, сначала барабаны тут идут О! Ну, вот, немножко мы послушали Теперь давайте я расскажу, да Про звучание Как тут отличить, да Тут уже нету вот такого характерного блеяния Надеюсь, что вам понятен термин, да Термин блеяния Вот, тут больше как-то оно Вот, больше в гудение, что ли Ну, такое яркое, звонкое гудение, да Вот что-то, вот такая какая-то ассоциация С такими волынками И, ну, вот И еще тут много таких приемов игры Именно которых нету у ирландской волынки, да Какие-то вот такие тар-дам Мордентики, которые через нижнюю ноту играются Вот такого я услышала много У шотландской волынки Ну, и дроны не так сильно гудят В смысле, не так сильно дребезжат, да Как бы, как у ирландской Я не скажу, что там тоже сильное дребезжание Но все-таки гудение немножко отличается У дронов, то есть у тех трубок, которые просто одинаковые ноты издают все время, да Такие гудят, такие Вот у них другая какая-то окраска в звуке Ну, и по громкости, если сравнивать То Great Highland Backpipe намного громче волынка Если с вами рядом будет два волынщика вдруг, да Играть ирландский волынщик и шотландский То, конечно, на Highland будет намного громче звук Вы просто оглохнете Я не знаю, как они занимаются каждый день С берушами, наверное Вот, ну вам Исаев, наверное, больше Анатолий Исаев больше расскажет об этом Ну, и в принципе о шотландской музыке Он очень много может рассказать Приходите на его концерты Я была на его концертах И под большим впечатлением Под большим восторгом От его творчества, музыки, концертов Так вот, вот этого блеяния нету, да В шотландских волынках Громкость просто Все перепонки у вас вырвет из ушей Шотландская волынка Ну, и сам тембр такой, что ли Более, что ли, мягкий Более, ну, если её слушать тихо, да В динамиках, то тембр Ну, такой более нежный, что ли Не такой дикий У меня так показалось И теперь давайте ещё для сравнения Послушаем ещё одну шотландскую волынку Которая называется Small Pipe Сейчас я ещё раз зайду К себе на страницу И поставлю, допустим, Джули Фоулис Это ирландская певица Которая играет и на волынках И играет на вислах Просто обалденно играет на вислах Ну вот, и тут она как раз будет На Small Pipe играть Которая играет на вислах Тут уже леса вступила Вот, послушали Надеюсь, что сразу услышали отличие Да, что тут какое-то совсем другое гудение И у дронов гудение более такое приглушённое Более, что ли, такое узконаправленное Да, меньше, ну, в тембре каких-то шипящих ноток Да, всё такое более причёсанное Прям такой камерный звук ощущается Но она сама по себе не такая громкая Да, как ирландская волынка То есть это ещё более тихий вариант Ну, то есть это намного тише, чем Great Highland Back Pipe И то же самое с украшениями Тоже я слышу такие же украшения Как и в Хайленде Тоже там вот эти вот Мордентики С обратной Через нижнюю нотку Да Вот такие типа, да Ну, кто-то их ещё баунсами называет Ну, можно их по-разному называть Главное, что это одно и то же, да Что это элемент При котором мы пальцем очень быстро По нижнему отверстию стучим И сразу убираем, да И получается такой Вот таких элементов очень много И есть роллы даже Причём они на коротких нотках Роллы встречаются Я имею в виду короткие роллы Типа такого Вот, типа такого Что идёт кат Потом страйк Но очень быстро Вот, типа такого Ну, вот и Когда играет сам чаттер Тоже такой звук Типа как и у дронов Он такой гудящий Тихонечко И без Выпендрёжа, да Можно сказать Что он Ну, без каких-то там Вот блеяний Каких-то там Присвистов, да Каких-то ещё Ну Каких-то шуршаний Не знаю, да Всё так Всё так чётко Гудит и гудит Там чего-то, да Вот какой-то такой характер У волынки Вот если вы её слышите То это шотландская волынка Если вот такое Идёт гудение Ну, не обязательно Прям Как будто гудение Что Какой-то Не знаю Ну, что это Какой-то синтезаторный Да, видно, что это Не узкий синтезаторный звук Что он богатый Но он сильно отличается При этом По своему составу Вот этих Ну, по звуковому такому Составу разных призвуков Да Он сильно отличается От Грейт Хайланд Бэкпайпа И Шотланд И Ирландской волынки Да И Лианпайпа Надеюсь, что Ну Более-менее понятно И мы дальше будем двигаться Да Больше про технику поговорим Ну Надеюсь, что слышно Хорошо и видно Сейчас посмотрю Комментарии Вроде Да Вроде всё хорошо Ладно Тогда дальше Пойдём Про инструменты Мы поговорили Букву Р Поговорили Так Вообще Инструменты Очень похожи И в Шотландии И в Ирландии Это скрипка Одна из основных Да Кроме волынки Вислы Флейты Из струнных Это Те же самые Гитары Бузуки Там встречаются Цитерные И арфы И там и там Используются Ну И куча других Инструментов Да Всякие Всякие Гармошечнообразные Концертинообразные Из барабанов Боурон И там и там Встречается Но У шотландцев Я вижу Больше Разнообразия В плане Перкуссии Там не только Боуроны Часто я вижу Там ещё и Дарбуку Ну или Джемби Ну чаще Если вы слушали Тоже очень много Можно ещё и поспорить Да Может и в ирландской Музыке Много кахона Но я его особо Там не вижу Ну или Джемби Тоже как-то Как-то даже странно Оно С Ирландией Совсем не ассоциируется А вот с шотландцами Давайте я даже Прям покажу На примере Есть вот Old Blind Dogs Надеюсь я там С Джемби Добавила трек Но если там нету То можно поверить Они Джемби Очень много используют Старые слепые псы Сейчас глянем Есть тут Джемби Или нет Да, есть Я просто перемотала Чуть-чуть трек Да, вообще барабаны Немножко не используют Герландцы тоже Ну вот На заднем плане Немножко джемби Слично Ну вот Барабаны тоже И те, и те Используют Но именно в Традиционале Барабанов Я вообще не вижу Шотландцы Даже в традиционной группе Иногда Как-то и барабаны Могут нормально Так включать Ну обычную барабанную установку Да Включать Свой состав Инструментов В группу Ну давайте еще дальше пойдем Посмотрим по Характеристикам мелодии Так-то Более-менее по инструментам Ну почти похоже Да Почему Сложно иногда Отличить Ирландскую От шотландской музыки Потому что Вроде как Инструменты Одни и те же Что валынки Даже бывает Что на ирландской валынке Играют шотландскую музыку На шотландской валынке Играют ирландскую музыку И вообще Тут тогда непонятно Что ирландские тюны На шотландской валынке Звучат И кажется Что это шотландская музыка Потому что С их украшениями Специфическими Шотландскими Она Ну музыка звучит Совсем по-шотландски Хотя это ирландская музыка Так что Тут запутаться Очень легко Когда Примерно От ней те же инструменты Да Да еще и одинаковые тюны Хотя На самом деле Есть чисто шотландские тюны Есть чисто ирландские А есть какие-то такие Что и И не поймешь Если вот Играют Их шотландцы Кажется Что это шотландские тюны Если тот же самый тюн Играют ирландцы То Может и показаться Что это ирландский тюн Так Надеюсь Что вы уже Не запутались Да С нашими инструментами Сейчас я тут обновлю И пойдем дальше Будем говорить Уже О специфических приемах О том Как строится Мелодия Шотландская Или ирландская Только Сначала хлебну Немножко Ну верну себя Чтобы я себя видела Так Ну давайте Поговорим О концовках Мелодии Да Начнем с конца Как говорится Шотландцы Очень любят Заканчивать Мелодии Ну довольно часто Любят заканчивать Какой-то вот Каким-то Одинаковым Большим отрезком Ну большим фрагментом Одинаковым Например Я вот когда играла Банжи Брекдаун Давайте его сейчас Проанализируем Да Там была В конце каждой части Музыкальной Там Мелодия состоит Из четырех частей Насколько я помню И в конце Каждой части Была Концовка Такая Довольно длинная Вот такая Сейчас мы Сделаем Немножко Другую громкость Чтобы Не испугать Этими Передувами По громкости Так Сейчас покажу Вот такая Концовка И получается С такой Концовкой Была Каждая часть То есть Ну, из такого фрагмента, где довольно много нот, да, не просто, что там три одинаковых ноты в каждой концовке, нет, там сразу целых, давайте посчитаем, под четыре такта одинаковых концовок, да, то есть четыре такта всегда в конце каждой части, они все, вот эти четыре такта одинаковые в конце каждой части. И то же самое касается очень многих других тюнов, и это касается и Жиг, и Рилов, и Страспеев, и, что там еще бывает, Польки, да, ну, в основном я больше Жиги и Рилы слушала и видела, что концовки такие длинные, с четырех тактов одинаковые, ну, или из двух тактов, такие длинные, одинаковые. Ну, и в качестве примера давайте еще одну мелодию покажу, Pedilever Bridges, там тоже концовки в каждой части одинаковые. Будем как раз останавливаться перед концовкой, чтобы показать, что она одинаковая, да, чтобы вы увидели, что там такие они все однотипные, одинаковые в смысле, прямо абсолютно одинаковые. А в Ирландии вот такого мы не замечаем, сколько я видела тюнов, я таких длинных, одинаковых концовок в каждой части не видела. Ну, может, и бывают исключения, но в основном я вижу, что в тюнах концовки в основном или совсем маленькие одинаковые, или вообще разные концовки в каждой части. Ну, давайте Лизер Бриджес попробуем сыграть. И вот концовка. И следующая часть. Вот это опять концовка. Ну, это не следующая часть, это повторение первой части. И дальше вторая. И опять такая же концовка. И вот опять такая же концовка. И вот опять мы повторяем третью часть. И вот опять мы повторяем третью часть. И вот опять опять та же концовка. И последняя четвертая часть. Или... А, не последняя даже. И опять она же, да? Вот, опять такая же там концовка. Та-та-ра-да-та-ра-да-та-ра-да-та-ра-да. И... И вроде потом опять сначала. Я уже давно не играла этот тюн. Давайте вернем микрофон обратно. Короче, я надеюсь, что донесла до вас мысль, да? Что тут довольно длинные вот эти концовки. И они все одинаковы у всех частей. Ну, или почти, обычно почти у всех. Или у всех частей композиции. Ну, тюна, да? Да, концовки такие. Бывают, конечно, исключения у шотландцев. Ну, и у урландцев бывают исключения. Там тоже могут встречаться с длинными, одинаковыми концовками тюны. Но какое еще тут может быть отличие? У шотландцев чаще все-таки я вижу тюны, где очень много частей. Где вот они немножечко отличаются друг от друга. Вот каждая часть. Буквально маленькая вариация, это уже новая часть у тюна, да? А у ирландцев, ну, довольно мало таких длинных тюнов, которые состоят там из пяти, шести там частей, да? Даже из четырех мало. Там чаще встречаются все-таки двух- или трехчастные тюны, которые там, ну, как куплет-припев, да? Или куплет и два припева, да? Если по-простому сказать. А у шотландцев очень много, да, частей. Прям бывает, что по 10 частей встречаются тюны. По 7, по 8, по 10 частей, что они такие долгие, что можно даже тюн второй раз не повторять, да? Как у ирландцев. У них, например, сеты из тюнов бывают, когда тюн состоит из двух частей. Обычно они этот тюн повторяют один раз и еще повторят, а потом уже переходят дальше внутри сета к следующему тюну и тоже один раз повторят его еще раз, ну, может, еще раз повторят тюн, потом еще к следующему переходят. Это все без пауз, да? Для танцев обычно так делается музыка, да? Чтобы танцоры танцевали, даже когда мелодия одна в другую переходит, чтобы было незаметно, как они перешли, да? Чтобы дальше, как танец идет, чтобы он и танцевался. А у шотландцев чаще я вижу, что просто тюн огромный, и он как от начала играется до конца, так и все. И на повтор, ну, бывает, что некоторые тюны на повтор играются, но тогда он будет звучать довольно долго, там 5 минут, может, 6, да? Ну, смотря еще какой тюн и с какой скоростью играть. Просто если очень много частей, то и будет долго звучать тюн, и не будет необходимости делать большие сеты, как у ирландцев. Сеты из трех мелодий или из четырех мелодий, да, из пяти. Чаще все-таки шотландцы делают или вообще не сет мелодий, а просто один тюн играет от начала до конца, да, в качестве композиции. А бывает, что, ну, из двух мелодий делают сет. Допустим, начинается со страспея, потом переходит в рил, ну, или два рила, или две жиги, да, и все. Ну, три, это бывает, конечно, да, но реже, чаще я вижу все-таки, что два каких-то вот тюна идет, что начинается, да, или со страспея все, а потом продолжается в жигу или в рил, или, ну, или еще во что-то. Или еще в страспеи, да, два разных страспея, допустим, играется. Ну, и раз уж я заговорила о страспеях, это тоже такая характерная черта у шотландцев, они играют в страспеи. Это такие композиции, ну, такие, такой вид тюнов и танцев, да, где мы исполняем много, где встречается много обратного пунктира. Обратный пунктир — это когда мы играем первую нотку короткую, если, допустим, мы играем восьмушками, да, одни восьмушки идут. Первая восьмушка короткая, вторая восьмушка длинная. Ну, следующие, допустим, обычные восьмушки, да, а потом опять короткая, потом длинная. Не сначала длинная, а потом короткая, как в ирландских хорнпайпах, да, а тут все наоборот, Вот тут много именно таких, что сначала короткое, потом длинное. Ну, сейчас я покажу на примере Brown Sailed Boat Straspie. И прям укажу на вот эти места, где мы короткой делаем первую восьмушку и длинной вторую. Чтобы показать, что это такое, да, обратный пунктир. И вот такие Straspie очень любят, значит, очень любят шотландцы. Ну, еще и северные ирландцы тоже любят. Они многое перенимают у шотландцев. И у них тоже довольно часто встречаются Straspie. Но все-таки это больше, да, какая-то такая шотландская черта. Давайте я покажу. Сейчас снова немножко потише микрофон сделаю, чтобы мне вас не испугать громкостью звука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вернем микрофон на место. Ну, давайте теперь подробнее я покажу про вот эти места, где мы делаем обратный свинг, как бы, да, вот этот пунктир обратный. Ну, первое место это было вот здесь. То есть начиналось у нас с обычных восьмушек, да, но хотя они все равно необычные, они как в хорнпапе были, что первое чуть-чуть длиннее, второе короче, да, как в Ирландии. Но дальше у нас уже наоборот пошло, где Си у нас короткое, а Ми по длиннее. А дальше снова, как в хорнпапе, вот здесь, да. А дальше опять Си ми, опять Си короткое, Ми длинное. То есть вот тут такие встречаются довольно часто места вот с таким обратным пунктиром. Ну, вот, а в Ирландии, конечно, если это играть как хорнпайп, да, как ирландский хорнпайп, это бы вот так прозвучало. То есть просто как обычный хорнпайп звучит. И еще раз для сравнения сыграю это как страспей. Вот, надеюсь, что слышно разницу, да, именно такую ритмическую. Ну и дальше пойдем. Надеюсь, что тут более-менее понятно. Ну и еще раз скажите, не знаю, как там за звуком, и с понятностью в плане разницы. Вот, если будет что-то непонятно, спрашивайте. Ну, пока вроде, пока вроде все хорошо. Так, ладно. Что я еще хотела сказать? Скорость. Скорость тюнов. У шотландцев я вижу, что если они играют тюны, именно вот какие-то ирландские тюны шотландцы, они обычно их играют быстрее, чем ирландцы. Ирландцы как-то, я вижу, что они больше смакуют вот этот звук, как вот в волынке мы в ирландской видели, да, там смакуем вот это вот блеяние вот такое. Вот всякое такое ирландцы смакуют. Шотландцы блеяни не делают. Ну, по крайней мере, я не видела, чтобы прям активно они делали такое, да, или чтобы многие так делали, блеяние такого. Они больше как-то, да, заточены на скорость, насколько вот я видела у разных групп. Ну, в основном я сейчас буду вам Силивизард показывать, да, и те группы, которые я добавила в плейлист, ну, чтобы все это наглядно было. И давайте как раз, да, покажу, например, тот же Силивизард. Old Pipe Reel. Ой, я хочу чуть-чуть что-то сделать. Ну, это даже еще не самая быстрая скорость у Силивизарда. У них бывает, что если посмотришь какие-то выступления на видео, там вообще такие бешеные скорости. Они тот же самый Reel могут сыграть. Или еще быстрее даже. То есть это вообще никак не произнести. Не артикуляционно это. Не сыграйте ни на лиге. Это какой-то космос в плане скорости. Вот чем любят баловаться шотландцы, да, вот такими скоростями. Ну, и, соответственно, в таких скоростях нам играть роллы трудновато будет. Им тоже. Они на таких скоростях с роллами-то практически не играют. Они больше все делают на лиге, на артикуляции. Ну, может чуть-чуть еще добавят каких-то простых украшений. Ну, в кавычках простых, типа катов, да, очень быстрых катов. Или вот эти вот баунсы бывают, что добавят. Но когда очень быстрая скорость, даже с баунсами очень трудно это все сделать. Так что они просто берут скоростью, но без какой-то там, без какой-то такой супер орнаментации. В Ирландии, я смотрю, больше все-таки орнаментируют, больше каких-то там навешивают прибамбасинок, чтобы смотрелось так вкусненько, да, чтобы было что прожевывать, а не просто глотать безудержно, да, музыку. Ну вот, может быть, еще это связано с танцами. Я танцевала и шотландские, и ирландские танцы. Ну, могу сказать, что шотландские бывают, что очень быстро можно танцевать. Некоторые танцы, что там прям хочется скорости. А в ирландских танцах, ну, допустим, я пробовала танцевать на, значит, в этих самых, в хардах. И в хардах, я скажу, что разгоняться очень трудно. И мне очень нравилось танцевать под что-то, под медленные рилы, под какие-то, ну, или под хронпайпы, в которых успеешь там ноги передвинуть правильно. Хотя, ну, такие танцы, наверное, не стоит мне сравнивать, да, харды, да, танцы в хардах, соло и танцы, те, которые я танцевала, которые просто обычные люди танцуют. То есть, такие социальные, да, танцы. Ну, хотя и в Ирландии, да, есть, вот, если сеты, да, танцевальные, то тоже там бывают очень быстрые скорости. И для таких скоростей тоже приходится убирать очень много украшений. Но всё-таки я таких быстрых скоростей в Ирландии не встречала, ну, в ирландских танцах и в ирландской музыке, как у шотландцев. Они, наверное, пока лидеры, мне кажется, да, по скоростям, по сравнению с Ирландией. Дальше я ещё хотела рассказать про миксолит, что в Ирландии миксолит, конечно, популярен, миксолитийский лад в тюнах. Это когда у нас седьмая ступень пониженная, но у шотландцев, мне кажется, он ещё более популярен. То есть я больше вижу тюнов там, где, допустим, если играть в ре-мажоре, да, мелодию, где вместо до-диеза будет до-бекар. То есть у шотландцев такого больше, я вижу. У ирландцев тоже бывает, особенно для волынок много тюнов сделано, написано с вот этим вот до-бекаром, да, или там меняется то до-диез, то до-бекар в ре-мажоре. У шотландцев, ну, прям вообще очень он популярен такой лад. То есть вот мы играем просто гамму, ре-мажор. Сначала просто обычный я вам проиграю ре-мажор. И вот этот до-диез был обычным для ре-мажора. А если сыграть в миксолитийском ладу, Тут уже до-пониженное. Кто-то на висле играет так, кто-то так. Это зависит от модели инструмента. Где-то лучше вот так будет сыграть на какой-то модели, где-то так. Кстати, вот мне кажется, здесь как раз до лучше вот так сыграть. Нет, хотя одинаково, да, и так, и так. Нет, хотя все-таки мне так больше нравится построить. А бывают вислы, которые, ну, сильно не строят, если сыграть вот таким образом. Тремя пальцами до-бекар. Или какие-то бывают, что и так сильно не строят. А вот так нормально. А на каких-то нужно даже вот так ставить до-бекар. Вы смотрите по своей модели, по тюнеру сверяйтесь. Тюнер это такая программа, которая устанавливается на устройство, которая показывает, насколько у вас нота правильно звучит. Низит или высит, да. Насколько она попадает в нужный тон. Ну, вот так. И получается, вот этот миксолит, он прям, он прям вот практически везде в Шотландии, насколько я вижу. Есть ли что вам добавить про миксолит? Ну, и вообще по предыдущим темам, которые я сегодня обозначила. Так, спасибо, Валерия, что вы немножко, да, еще отвечаете. Что все идет хорошо. Звук в норме, Александра. Спасибо большое, что подтвердили, что звук в норме. Так, и примеры очень четкие. Спасибо, Валерия. Тогда дальше двигаемся. Ну, если нет у вас каких-то своих дополнений по тому, что я рассказала, тогда я еще расскажу. Ну, или давайте на примерах, может, еще, да, покажу про этот миксолит, да. Как вот у шотландцев он, докажу, да, что он типа часто встречается. Хотя вот есть тут группа шугли-нифти в том списке тюнов, да, которые я сегодня выкладывала днем. Там как раз тюн, вот этот, да, ай, уайфи, вот там как раз не миксолит. Там обычный, ну, не ре мажор, там, по-моему, соль мажор, а обычный соль мажор. Ну, и бывают, да, тюны в обычном мажоре, в обычном миноре, но миксолита все равно довольно много. Ну, давайте посмотрим. Я уже не помню первый трек. Ну, здесь, здесь вообще, да, здесь вообще непонятно, миксолита это или нет. Сейчас перелесну чуть-чуть дальше. О, кстати, роллы пытаются, да, хорошо играют роллы, даже на быстрой скорости. Да, даже с роллами, видите, бывают исключения в плане роллов. Но довольно часто роллы опускаются и просто все фигачатся. Да, тут зато мы увидели, что роллы все-таки появляются. Но обычно все артикуляционно и просто на лиге играется, и с минимумом украшений, если очень быстрая скорость. А тут она еще не настолько быстрая, поэтому роллы успевают тут вписаться, наверное. А, ну тут везде один и тот же тюн, который, собственно, мы и не определим, тут миксолит или нет, потому что, ну, потому что нету вот этой мажорной седьмой ступени, и я ее не увидела. Давайте посмотрим Фреда Моррисона последний трек, я сейчас гляну. Ну здесь очень много вот этих обратных пунктиров, слышно же, да? Тагам-тан, тагам. А вот как раз тот тюн. Вот тот тюн, который с миксолидом. Как раз тут, да, миксолидийский лад, то есть идет, тут совсем другая тональность, ну то есть идет как бы очень часто вот этот миксолидийский, вот эта седьмая ступень, очень часто вот в этом тюне встречается. А в прошлом тоже там непонятно какой лад, потому что, ну, просто нету этой ступени в самой мелодии, поэтому там и не определить было. Ну и вообще часто у шотландцев есть такие мелодии, которые ограничиваются там, ну, буквально четырьмя-пятью нотами, которые передвигаются там в кварту, в квинту, типа такого. Что-то типа такого, что две или три ноты, или четыре во всей мелодии, которые там в разных комбинациях, да, звучат, что, допустим, делается, какой-то интервал, потом делается секунда вниз, секунда вверх, например, да, и потом опять интервал, интервал в квинту, допустим, вверх. Что-то типа такого, да, что нету каких-то последовательностей сложных часто в тюнах. Может быть, это сделано для того, чтобы на волынке было проще играть. Ну, вот такая традиция, да, в тюнах, чтобы на волынке было проще разогнаться. Поэтому тюны часто вот отличаются такой простотой, что буквально там один интервал вверх или один, ну, какой-то большой, да, интервал вверх или вниз, кварта или квинта, и какие-то еще рядом ноты звучат вокруг какой-то основной, да, вокруг тоники, например. Вот у нас, допустим, ми минор идет. И вот у нас тоника нота ми. И дальше мы делаем доминанту к ноте си, да. И дальше мы можем, допустим, вернуться снова к ми. Или дальше от си мы возвращаемся к ноте ре, но уже во второй октаве. Или в первой октаве, да, которая опять как вводная к ноте ми. Ну вот. Или бывает, что возле ноты ми еще у нас нота фаза действует со следующей, да. То есть секундами мы тут управляем и интервалами в виде квинта очень часто. Ну вот, сейчас я прям сходу что-нибудь попробую сочинить шотландское, да, чтобы показать, как бы, ну, как обычно строится мелодия, да, у шотландцев. Ну, я правда не делала сейчас одинаковых концовок, потому что, ну, тут надо действительно взять, подумать, какую концовку сделать, да, у мелодии, чтобы она более-менее была интересная, яркая. Это, конечно, дело не двух минут, но просто я хотела сейчас донести основную суть, что мелодии, вот часто они в Шотландии такие более, ну, малонотные, да, можно сказать, что не будет использоваться там полный звукоряд пианино, где черные и белые клавиши, да, какие-то там хроматизмы. Вот такого практически нету у шотландцев, все довольно так строго и просто. Для того, чтобы и скорости, если что, можно было быстро набрать, да, и сыграть это на любом инструменте, который есть у шотландцев. Вот такое тут отличие. Ну, а у ирландцев, конечно, больше всяких вот этих переходов, типа, ну, игра по арпеджио вот таким. Ну, это из Монагана я показала, да, Монаганжик. И больше каких-то просто лесенок вверх и вниз, каких-то подряд. Ну, хотя я сейчас не традиционную сыграла, да, Кэролана, но довольно много все равно лесенок бывает. Ну, или маленьких таких вот, например, через ноту перепрыгав, да, и рядом какие-то вот обыгрывания вокруг ноты. То есть тут каких-то вот таких маленьких элементов, ну, разнообразия больше в музыке в Ирландии, мне кажется, чем в Шотландии. Но из-за этого и скорость у нас меньше утюнов. Потому что на больших скоростях какие-то обыгрывать сложные там места, но это будет очень затратно по времени все это научиться делать. Да еще и украсить украшениями какими-то, да, добавить лиги где-то, где-то не добавлять. Еще это все проартикулировать. В общем, более сложная музыка, мне кажется, у ирландцев, вот в плане того, что, да, там и хроматизмов побольше, и что сами мелодии строятся, ну, более так, более сложно для исполнения, для развития скорости, да, более быстрой. Ну, хотя есть исключения, есть тюны, которые учатся на раз-два и могут быстро разогнаться. Ну, вот, и чаще всего они похожи на шотландские. Но я не скажу, что мне шотландские не нравятся из-за того, что они проще, да. У них есть свое очарование, и многие настолько красивы в своей простоте, что переплюнут Ирландию, и при этом еще можно их разогнать довольно быстро. Но есть и тоже исключения, которые сложноваты, да, для выучивания, где много каких-то пассажей, много каких-то, не знаю, необычных каких-то встречается, и арпеджио, или ломаные какие-нибудь арпеджио. Бывает и такое у шотландцев. Но чаще я вижу все-таки более простые тюны. Ну, давайте, да, в качестве исключения покажу вот эту полечку. Хотя это, по-моему, не полька. Ну, в общем, там очень много нот. Я уже давно и не играла. И там еще дальше больше будет нот. Там много частей, по-моему, 8 или 7. И в каждой части еще больше наворотов, еще больше каких-то вот нагромождений, более даже сложный тюн, чем многие ирландские тюны. Так что, да, бывают исключения и у шотландцев. И наверняка у них, ну, довольно много таких тюнов встречается, если копаться глубже в этой музыке. Я не скажу, что очень много копалось. Если кому-то очень интересно, еще раз скажу, что есть Анатолий Исаев. И к нему можно обратиться. Он вам много может, наверное, много рассказать. Но было бы вообще здорово, если бы он тоже сделал бы стрим по шотландской музыке. Вообще прям рассказал бы подробно про шотландскую музыку. Ну, и сыграл бы, да, на разных инструментах шотландскую музыку. Ну, давайте дальше продолжим разницу, да, смотреть. Ну, и если есть попутные вопросы, вы говорите. Ну, вот я еще хотела рассказать про то, что часто первая доля у шотландцев более выражена, чем вторая там доля, да, в Релах и в Страспех. А у ирландцев, если вы видели мои предыдущие стримы, я рассказывала, что у ирландцев популярна вот такая игра, где мы выражаем не первую долю, да, сильно, а вторую долю подчеркиваем посильнее, да, что у нас вот у ирландцев Рил выглядит вот так. Ну, например, вот рил. Или давайте я на караваевском покажу, чтобы было еще яснее, да, чтобы акценты были слышнее. У шотландцев этот рил бы прозвучал с большим акцентом на первую долю. Ну, по крайней мере, я чаще вижу, что они не заморачиваются со второй долей, как ирландцы, да, шотландцы. делают больше акцент на первую, прям, чтобы было та-да-га-да-га-да-га, та-да-га-да-га-да-га, та-да-га-да-га-да-га-да. Вот сейчас я сыграла на первую долю акцент, ну, как смогла, да, не выделяла второй особо сильно. И те, и другие, они, ну, и шотландцы, ирландцы, они делают каждую четную восьмушку в реле, делают ее тихой. То есть вот это Ку, которое у нас, да, мы делаем первую восьмушку Ту, вторую Ку, да, вот все, что Ку, они делают тихо. Ту, ту, ку, ту, ку, ту, ку, у нас вообще легкая-легкая всегда, и у шотландцев, и урландцев. Если нам делать Ку громкой, да, то есть, если бы шотландец и ирландец сделал бы КУ такую же по громкости, как первая доля, ну, как Ту, да, или как вторая доля, там тоже Ту, то получится Ту, 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 Ту… Это тогда вот так будет выглядеть. Хотя все равно я чуть-чуть акценты делала, просто по привычке, но старалась все-таки показать без вот этого легкого произношения буквы Q. Я их сравняла и ту, и Q, и получилось уже и не по-шотландски, и не по-ирландски. Это больше скорее по-французски. Французы бывают, что иногда, ну довольно часто я слышу, если я слышу французских исполнителей, но не супер сильно профессиональных, супер-супер замороченные профессиональные, они все-таки уходят в какую-то степель, шотландскую или ирландскую, а те, кто не сильно парятся, они делают одинаково громкой туйку, и они могут очень быстро играть, очень технично, заниматься по много часов в день, и у них все равно ту звучит, и Q бывает, что вот у некоторых я слышу, что одинаково звучит, несмотря на то, что у них супер-классная техника, но у них не шотландский стиль и не ирландский. Видно, что они вроде как ирил играют, но не звучит это ни по-шотландски, ни по-ирландски, из-за того, что Q вот эта, которая у нас совсем-совсем слабая считается, да, доля, и у шотландцев и ирландцев, бывает, что она, ну вот из-за вот этой Q у нас получается, что вообще нету того колорита, который, ну, который мне бы хотелось бы слышать, например, да. Поэтому я французов, если и слушаю, то только не ирландскую музыку, а как они исполняют свою французскую музыку. Вот так. Это по поводу наших акцентов, да, акценты больше у шотландцев на первую долю. То же самое касается и Жиг, не только Рилов, и Жиг, и Страспеев, ну, в принципе, Тюнов, и Польки тоже у них на первую долю играется, не ум-па-ум-па-ум-па, да, где па у ирландцев более громкая такая, а ум-это более тихая доля, да, первая восьмушка тихая у ирландцев, вторая громкая, третья тихая, четвертая громкая в такте. И получается, ну, давайте попробуем Польку какую-нибудь. Сейчас я вспомню шотландскую как раз. Вот сейчас я поиграла ее как по-ирландскому, да, как бы в ирландском колорите. То есть я делаю... И тут как раз Ку надо было выделять в Польке, да, я выделяла ее, в отличие от Рилов, да, здесь как раз Ку выделяется погромче. А если это играть по-шотландски, то больше Ту все-таки мы выделяем, ну, начало такта, да, и получится Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку-Ту-Ку. Так, еще раз То есть я тут все-таки чуть-чуть, но выделяла ту, аку Я вот как у ирландцев, я ее не делала громче, чем ту И тут уже более как бы по-шотландски стало Ну хотя ирландцы довольно часто делают, ну если какие-нибудь современные, суперсовременные Да, они довольно часто делают без вот этого выделения второй доли Так что тут можно и перепутать, чья полька или кто это исполняет, шотландец или ирландец Тут нет такого прям строгого какого-то правила Что если мы делаем акценты на вторую долю, то мы чисто только ирландцы, да и все Могут и шотландцы в принципе польки делать на вторую долю, но я пока не слышала, чтобы так делали Я больше это вижу у ирландцев, чем у шотландцев Да, у шотландцев больше как-то первая доля превалирует Ну вот так Ну еще про слайды я хотела сказать Ирландцы обожают слайды Может потому что у них такая волынка, да, вся слайдовая такая Такая вся блеющая, такая Вот, тут прям вот слайды просятся Эйр это или какой-то вальс или еще Да, любой, даже рил, да Жига, Хорнпайп Везде слайды отлично лезут Ну и тем более, если мы не играем на суперскоростях То слайды довольно часто ирландцы вставляют Особенно можно послушать Брайана Финнигана У него слайды в каждом такте Их очень много в каждом такте И можно послушать Чифтэнс Намного более традиционных, да, чем Финниган И у них тоже слайдов очень много И они даже бывают очень протяженные Не просто мелкие, какие-то слайдики Типа, например Это я сейчас шотландский Шотландскую польку сыграла с ирландскими слайдами Ну вот И получается Можно не только такие мелкие слайдики, да, сыграть Но можно и какие-то прям большие Такие прям явные Такие пьяные слайдики сыграть И иногда это очень даже вкусно и красиво смотрится Вот здесь я уже более выраженные слайды показала И я вижу, что такое делают больше все-таки ирландцы Нежели шотландцы У шотландцев почти такого я не встречала Чтобы прям со слайдами сильно баловались Я больше видела вот каких-то Просто какие-то дополнительные навешанные украшения Типа вот этих баунсов, да Которые Вот такого я намного чаще вижу И скорости больше Там, да, получается даже такие Такие польки Ирландец бы вот такую польку Скорее всего, я думаю, сыграл бы медленнее А шотландец бы ее намного быстрее бы сыграл Но я за всех не буду говорить Просто я опираюсь чисто на свой опыт Прослушивания разных групп и исполнителей И тех, и тех, да Обеих стран Музыкантов Все ли я понятно сейчас пока что говорю Если что, дополнить Если что, спросить Сейчас проверка небольшая Ну, еще раз я напомню Что сегодняшний стрим Посвящен котикам бездомным И я бы очень хотела Чтобы вы вместе со мной Валерии и Настей Поддержали бы тоже бездомных животных И поддержать можно С помощью реквизитов Которые находятся прямо под стримом Можно не только это сегодня сделать Можно вообще в любой день Это будет очень здорово Будет вам плюс к карме Ну, тем более, если вам понравилось Если вы узнали что-то новое Было вам полезно То тем более я была бы очень рада Чтобы вы как-то тоже откликнулись Со своей стороны И поддержали бездомных хвостиков И давайте двигаться дальше Про триплеты Я еще вам хотела рассказать Как их делают шотландцы и ирландцы Если вот послушать, например Гармошечников Тех же, да То я слышу намного больше триплетов У шотландцев То есть вот такие Получается Мы это играем на вислах Как туг-дум Такие Ну, например Вот такие вот И получается У гармошечников Это делается пальчиками Тага-дам Ну, как и орфисты Это делают тоже Тремя пальцами Один ставят Второй и третий Да Быстренько Передвигают Ну, вот и такие триплеты Я когда слушаю шотландцев Их очень-очень много В тюнах Вместо того, чтобы ролл сыграть Да, они сыграют скорее триплет, чем ролл Ну, хотя вот Только что мы слушали Висел Да, там прям роллы были Но при этом и скорость не такая быстрая Триплеты сыграть легче, чем ролл Если мы играем их пальцами Да На другом инструменте Не на висле, да И я думаю, что Поэтому их больше, наверное, используют Используют, чтобы Ну, еще быстрее разогнать тюн Потому что с триплетами Разогнать легче, да Чем если делать какие-то слайды Там, какие-то еще Немыслимые украшения Чем те же роллы делать, да То, да Если триплет взять Можно его очень Быстро сыграть Трам и все, да Ну, давайте В подтверждение Попробуем Глянуть Что тут может быть С триплетами Ну, давайте Вот до айвайфи Как раз посмотрим Ну, вот эти Пагадана Это и есть они И вот теперь На скрипке они Слышали момент Там Та-га-та-ра-та-ра-та-да-да-да-дам Вот это Та-ра-та-ра Та-га-да-та-га-та-га-да-да Вот ирландец бы Скорее всего Мне кажется Сыграл бы Это не триплетом Вот это место А сыграл бы Та-ра-та-ра-тра-та-да-да-да-да-дам То есть с роллом бы сыграл, с коротким роллом. Ну, на ре у меня не получится. Сейчас попробуем. Ну вот, получается. И дальше ролл был бы. А потом уже дальше продолжалась бы мелодия, да, если играть это как ирландец. Но шотландцы, они больше, да, как-то стриплетами вот такие места обыгрывают, которые могли бы сгодиться вполне для роллов. А, еще они, триплеты, да, я бы хотела сказать, триплеты, они еще часто обыгрывают не просто одной нотой, да, так-а-да, а могут еще обыграть через нижнюю ноту. Так-а-да-та-га-та-да. То есть, чтобы было не просто, например, соль-соль-соль, да, триплет, а часто бывает соль-фа-соль. То есть, вот так. И получается, даже, мне кажется, может, они и разным штриху... Ну, получается, может, они смычком когда-то играют. Ну, я слышу так, как будто они делают смычком не просто на лиге это проигрывают, да, соль-фа-соль. А может быть, они даже смычок вперед посылают, когда мы делаем соль, потом назад фа, потом опять вперед соль. Но это, мне так кажется сейчас, да, может быть, я и не права. Кто скрипач и кто играет шотландскую музыку, отзовитесь и дополните это. Ну, мне кажется, что это, да, на стакката играется. Без вот этого связки, да. Вот это место, да, триплетное. Сейчас я сделала вот эту связку на легато, вот в этом месте, соль-фа-соль. А слышится это как будто все-таки без легато. Что каждая нотка отдельно как будто артикулируется, да, но на скрипке тут такое. Ну, вот такие дела с шотленифти. Ну, тут еще много триплетов на одной ноте, да, где просто, допустим, соль-соль-соль. Ужидкие сны я готова, ну, не так часто. Не, курганцы. Ужидкие сны я готова, но не так часто. ну вот здесь я послушала были чуть-чуть сладиков было немножко но тут и скорость позволяет там дальше пойдет быстрее скорость и соответственно придется урезать украшение музыкантам и это и скорее всего это будет самое первое это будет слайд что придется урезать или придется тогда если уж делать слайды то за счет изменения мелодии какие-то ноты выкидывать до чтобы уже какой-то слайд вставить что он может быть еще более желанный да в плане разнообразия мелодии если он будет более желанный то придется да какие-то ноты по выбрасывать ну это делают и ирландцы тоже они бывают что выбрасывают какие-то украшения чтобы ускориться ну и довольно часто слайд выбрасывают да но если все-таки хочешь составить какое-то украшение особенно слайд то приходится уже мелодии жертвовать да какие-то ноты не проигрывать вместо двух восьмушек делать четверть например да или вместо четырех восьмушек делать половину ноту вот что я хотела про триплитые сказать да и слайды ну и наверное наверное все да наверное это пока все более-менее все такие ну яркие отличия на мой взгляд я перечислила если есть какие-то вопросы да по сегодняшней теме могу сейчас ответить можно написать ну и на прощание я сыграю мелодию какую-нибудь давайте может гектор герой телефон что-то пищит гектор герой гектор the hero сыграю на прощание это шотландский air ну попробую не знаю попробую и так и так сыграть первый раз по-шотландски да второй раз более по-ирландски попробую сыграть один и тот же air просто вот соединить два раза его да но сначала больше каких-то шотландских будут добавлять фишек но потом попробую больше ирландских в качестве эксперимента сейчас еще раз обновлю посмотрю вопросики ну или все ли было понятно просто скажите звук в норме так хорошо но для того чтобы сыграть на прощание я снова немножко микрофон тише сделаю чтобы не было перегрузок ну и напомню еще раз что стрим благотворительный и кому было полезно кому понравилось да да и вообще если у вас доброе сердце я попрошу вместе со мной и валерий насти перевести тоже какую-нибудь любую денежку бездомным животным реквизиты под этим стримом прям внизу под стримом в комментарии я добавила реквизиты куда можно перевести денежку чтобы бездомные животные находили свой дом чтобы у них было все хорошо чтобы их вылечивали и кормили чтобы как-то были средства на их содержание ну теперь убавляю микрофончик чтобы сыграть прощальную такую экспериментальную мелодию сначала в шотландском потом в ирландском стиле ну и и Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Но у меня не совсем это получилось Все равно по инерции у меня добавлялись Всякие блеяния в виде Пальцевого вибрато Никуда уже мне от этого не деться Похоже да Потому что уже привычка выработанная годами На длинных нотах делать блеяния Ну вот и мне было намного сложнее Какие-то пробовать шотландские украшения Ну и не все у меня получались Но я постаралась Показать просто разницу Надеюсь, что Было немножко понятнее Теперь на примере Вот этого тюна Ну и теперь буду прощаться С вами Надеюсь, что было интересно И вы что-то новенькое узнали Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok